не успеваю даже отдышаться вот две наши тележечки сейчас разобрали приехала наша поставочка новая утром будем приводить в порядок листочки убирать тележки разбирать цитрусовые 135 штук шикарных просто шикарных конечно как всегда будет первичный стресс нужно будет время пока адаптируется сейчас у нас на улице 8 вечера и на градусники 10 10 градусов но в ночь передают 4 градуса для цитрусов конечно это холодно и вот буквально они сейчас здесь постоят ну минут 20 пока еще плюс 10 30 и сейчас сегодня же да мы не прекращаем работать ни на минуту сегодня же сейчас будем всей семьей переносить все эти цитрусовые в теплицу потому что впереди еще четыре холодных ночи ну холодных условно плюс 4 градуса но для новой поставочки это конечно может вызвать дополнительное осыпание листочков дополнительный скажем так стресс поэтому чтобы лишний раз не травмировать наши прекрасные драгоценные цитрусовые естественно все это будет сейчас заноситься в тепличку и там все будет спокойно ночевать скажем так завтра тепло пойдет цитрусом надо первично адаптироваться сбросить весь листочек кто захочет это сделать кто не захочет останутся пышненькие далее обработать от вредителей как всегда от комплекса вредителей ну и соответственно всех потом отфотографировать постепенно потихонечку и добавить всех на сайт для вашего выбора в общем вы такая красота питомник лимон гарден шикарные должно быть 135 штучек сейчас всех посчитаем смотрим все сверим когда все вчера в ночи занесли все в тепличку 135 шикарнейших цитрусовых приехали в этот раз как всегда обзорчик буду показывать понемножку когда буду уже фотографировать их по отдельности буду доставать сейчас они стоят очень плотно в ночи уже там быстрее быстрее заносили все неделю будет еще плюс 3 плюс 4 соответственно нужно все сохранять некоторые вот с такими листочками но это единичные так в основном все классненькие цветущие ассортимент из питомника лимон гарден в основном одинаков привожу ну и вот если мы быстренько так пройдем посмотрим быстрее скажем так обзорчик то мы увидим что как всегда все растения шикарные пышненькие уже даже так видно в массе в общей и всегда замечательные цветущие иногда приезжают с плодиками сезон плодов закончился сейчас начинается массовое цветение у кого-то завязи у кого-то только-только бутончики но в основном уже сейчас все цветут остаточные одиночные плоды осыпаются естественно после приезда день два три пять неделя максимум и естественно тоже все осыпает поэтому если на фото ваш цитрус будет с плодом но получить вы его хотите через допустим две недели ну даже если через неделю то не факт что этот цитрус доживет до отправки к вам именно плот я имею ввиду них не растения естественно поэтому имейте это ввиду обязательно также после приезда посмотрите как всегда уже 10 лет говорю показываю в принципе одно и то же все 10 лет рассказываю но так как много новеньких повторюсь посмотрите есть лысые веточки это стресс после пересылки смотрите апельсинчики варигатные вот такими лысоватыми веточками вот здесь лимончики мандаринчики тоже до лысоватых веточек так скажем достаточно поэтому говорю сразу после приезда у них стресс поэтому я даю им отстояться примерно дня три-четыре-пять ну максимум неделю сегодня будут уже обработочки антистрессовым препаратом всех обрабатываем плюс от всяких вредителей но стресс пока еще будет продолжаться то есть после приезда сейчас нужно хотя бы частично адаптироваться к моим условиям и перестать бросаться листиками лист не сбросят какие-то частично сбросят какие-то могут совсем полысеть поэтому адаптация цитрусовых это всегда такой процесс скажем так не угадать каждое растение разное плюс еще зависит от сортов варигатные они как бы более капризные скажем так вот ну и если мы опустимся чуть ниже мы в горшочках увидим вот такую вот красоту бутончики горшках естественно все это нужно будет достать оттуда ну как сколько получится листочки сейчас еще нападают это вот так выглядит стресс после пересылки это происходит всегда в каждую поставку вне зависимости от питомника и так далее то есть у цитрусовых всегда так поэтому все это естественно убираю в основном вы этого не видите как они приходят и как они адаптируются далее когда они отстоятся уже у меня где-то недельку перестает бы происходить листопад и можно спокойно их отправлять при доставке почты или транспортной компании любой это также стресс для цитрусовых почему потому что едут в темноте без света замурованные скажем так поэтому без света цитрусом не всегда хорошо естественно не могут тоже стресса ночь то есть иногда приходит пышный кустик вот как будто бы и не заметил даже никакого переезда а иногда приходит полу лысый иногда даже лысый за это я ответственности не несу то есть вы перед выбором доставочки обязательно для себя решите хотите вы рискнуть и попробовать потом адаптировать цитрус у себя или нет то есть моя задача оптировать их частично к моим условиям ну или полностью в зависимости сколько у меня цитрус этот стоит показать вам фотографию реального растения которое вы будете получать качественно упаковать что я как бы всегда стараюсь и сделать но за дальнейшую доставку я ответственности никакой не несу то есть если сломалась дороге веточка если осыпались листики какая-то веточка потемнела почернела имейте ввиду и и так далее это уже ответственность не моя поэтому все конечно пишут виктория он полысел как же так ну вроде как обвиняя меня то полила много то полила мало нет ребятки всем одинаково делаю влагозарядный полив это однозначно то есть цитрус естественно к вам приедет не сухой и не мокрый ну не такой что прям течет ручьем но вода будет там то есть вода снизу будет однозначно потому что вниз она стекает скапливается этот влагозарядный полив может быть просто влага может быть прям так вот хорошо влага но это все рассчитано на пересылку то есть уже 10 лет отправляю всегда так как бы делаю все начинают вот корни там закиснут за эти 10 дней не закиснут все полито да какая-то лишняя влага возможно стечет но скажем так пакетика в котором он приезжает но как бы это не смертельно все убираете просушиваете и занимаетесь адаптацией своего цитруса уже в ваших условиях но так как он доезжает это уже к сожалению конечно к сожалению не моя ответственность потому что я всегда хочу чтобы цитрусы приходили вот как я им отправляю пушистых красивых чтобы в таком виде они к вам и пришли это прям моя мечта с такими зарядами энергиями отправляю но по-разному по-разному особенно варигатный до сыпят листочек но вы должны их адаптировать и все будет хорошо то есть если цитрус приехал к вам лысый это не значит что он дохлый потому что многие пишут все он не выживет но естественно он не выживет если вы не будете с ним проделывать никаких дальнейших манипуляций поставите в темный угол и еще дальше будете заливать либо наоборот засушить и конечно он не выживет ну то есть нюансов много соответственно пожалуйста перед тем как заказывать вообще какие-либо цитрусовые ознакомьтесь с уходом с содержанием хотя бы чуть-чуть хотя бы поверхностно хотя бы по основным правилам и азам содержание цитрусовых домашних условиях это однозначно как адаптировать цитрусовые и так далее без этих базовых знаний действительно ваш цитрус может погибнуть после пересылки и вы его из стресса скажем так не вытяните поэтому цитрус это такой своеобразный условно товар до живое растение естественно которым вы должны заранее ознакомиться уход содержание и все все нюансы чтобы не было шоком когда вы откроете посылочку а там вдруг наполовину опали листики или полностью опали листики или вот как этот верхушки поскидывал например все катастрофа цитрус больной что-то с ним не так поэтому давайте брать ответственность каждый за свою работу за свои действия более серьезно подходить к этому вопросу и будет все замечательно